наш эфир продолжает долгожданная программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели это долгожданная встреча с вами ну и первая тема первую тему вы обозначили долгое жаркое лето байдена ну вот наверное интересно будет и нашим радиослушателям послушать о том что же происходит в нашей благословенной да совершенно верно и не хотелось бы впадать в чрезмерный и преждевременный оптимизм но после того как мы с вами наблюдали в общем то да и сейчас конечно продолжаем наблюдать не самые радостные действия со стороны нынешней власти тем не менее как только попытки байдена и компании навязать америке заведомо левую повестку выходят за пределы президентской администрации и палаты представителей то мы видим что до революция который так долго говорили большевики то есть байден и же с ним на самом деле понимание все-таки не встречает и напротив встречает всяческое противодействие и наверное очевиднее всего для самого байдена это стало в конце мая как раз и то что летом ему предстоят весьма и весьма тяжелые будем надеяться дни а возможны месяцы то это уже очевидно благодарю полину волкову за помощь подготовки выпуска и смотрим что же у нас происходит прошлой неделе она оказалась так вот именно прошлое хотя не виделись мы с вами две но сосредоточимся на прошлом между двумя такими знаковыми событиями это речь байдена в талсе и речь трампа в северной каролине которые в общем-то и обозначили нам кто опять же есть кто не то чтобы мы с вами этого не знали раньше речь байдена это опять какой-то бессмысленный набор эмоциональных лозунгов заведомого вранья уж не обессудьте и подтасовки фактов потому что сам по себе само по себе события которые выкопали ну конечно мало приятны стал расовые столкновения с количеством жертв достаточно но во первых там до сих пор толком не ясно что случилось я уж не буду подробно ним говорить во вторых пострадали и белые черные и наконец в третьих то что если уж такое событие извлекается из каких-то там запасников истории то естественно говорить о плохом в своей истории надо и анализировать это надо но вместо того чтобы превращать столетие этого прискорбного события в мазохистское какой-то нацап сеанс национального мазохизма что сделали демократ напротив надо акцентировать внимание на то что в такой ситуации во первых люди могли защищаться про оружие то что черные отбивались байден заметьте ничего особенно не говорил о пользе второй поправки которая защищала чернокожих гораздо больше чем что-либо еще и можно было бы конечно отметить что американская система подобные события на их изживает она нацелена на то чтобы их не было вообще или они были бы сведены к минимуму но нет байдену надо было рассказывать вот всем и смыковать подробности извлекать каких-то сомнительных ветеранов и ветеранок что наводит на мысли о том что на как ни странно но расовые притеснения оказывается помогают долго жить я не знаю хотел этого байден или нет но получается именно это это что байдена опять проклинал куклук с кланом при этом забыл упомянуть о тесных связях его партии и его же друзей вроде сенатора бёрда с этим самым куклук с кланом гораздо более честные тесные связи чем у проклятых республиканцев это байден тоже упустил как и то естественно что на сегодняшний день основное основные преступность преступления совершаются почему-то представителями разнообразных меньшинств но байден нам снова рассказывал об опасности белого супремасизма да еще и там очень на самом деле неприятный момент промелькнул что его администрация готовит какую-то там масштабную атаку на этот самый белый супремасизм что ничего хорошего нам не обещает но а что в этой речи было хорошего это то что байден стала ныть и жаловаться что ему мешают оказывается работать а все мы знаем с вами что когда таким людям как байден мешают работать это это замечательно и именно для этого существует собственно говоря если существует система сдержек и противовесов именно для этого существует сенат суды и именно для этого существуют законодательные собрания штатов и губернатора и байден наконец-то с этим столкнулся он сосредоточился естественно на противостоянии в сенате где мы видим что ну во первых большинства у него нет как такового во вторых даже условное большинство которое может дать голос харрис ну и какие там условные либеральные республиканцы она именно условное потому что мэнчин и синема они стали пожалуй самыми главными людьми в сенате потому что теперь каждое серьезное голосование мы смотрим на за кого проголосуют они меньше на особенно при этом то что меньше но он конечно же никакой не консерватор он либерал но и западные вирджинии которые все-таки более штат консервативный поэтому он естественно озабочен тем чтобы свои позиции сохранить поэтому меньше на себя позиционирует как таким оплотом здравомыслия и как человеком который не собирается не от филибастера отказываться не судя по всему поддерживать этот дикий и противоритующий конституции закон который национализирует систему выборов синема может и не столь активная но женщина тоже себе на уме и кстати то чтобы это сказал якобы они голосуют республиканцами это заведомое вранье опять они-то голосуют обычно за демократ с демократами вместе но то что в подобных вот спорных моментах они вряд ли пойдут против своих избирателей ну пока пока мы ничего с вами не можем утверждать пока мы это видим это что филибастер он уже случился и сенат сорвал создание этой карательной комиссии по 6 января мы с вами уже увидели то что меньше нужен написал подробную статью даже правда для своей западно-верджинское издание но она уже перепечатывается везде ведь статья перепечатывается что филибастер это способность сохранить собственно говоря действующей системы в америке не то что любая партия переделывает законно как она хочет мы с вами видим что переговоры по инфраструктуре который ведет правда не самый лучший со стороны республиканцев человек капит она ну не самая консервативная женщина но тем не менее переговоры эти по инфраструктуре они тоже не очень путь клеятся у байдена и получается что то о чем он так мечтает а именно законы по выборам инфраструктура отмена филибастера и еще целый ряд законопроектов которые даже еще в палате на самом деле не рассматривались все это вот конгресс ему так или иначе тормозит что касается вопроса связанного с другим его инициативами это по ограничению прав на оружие то есть здесь мы с вами тоже видим что он получил довольно серьезный удар от судьи судьи местного даже не верховный суд но это решение оно может бы иметь довольно таки далеко идущий эффект решение было принято вот совсем недавно на днях речь идет о калифорнии кружной судья роджер бенитес кубинец кстати по происхождению он написал огромное заключение на совет вам его найти и прочитать она правда очень внушительное и очень основательно кстати бенитеса бушен сначала еще младший где бенитес объясняет что это тут пресловутая штурмовое штурмовое оружие оно во первых часто имеет необходимые все меры для и элементы для самозащиты что при массовые расстрелы это сильно преувеличенные на самом деле события эти штурмовое оружие используется крайне редко это и почти не используется и наконец если мы с вами ура поставим какая где больше риск а именно что человек останется без защиты от обычных преступлений или что человек станет жертвой массового расстрела при использовании этого самого штурмового оружия то вот первый риск он гораздо выше и что мы не можем в угоду каким-то условным страхом лишать человека права себя защищать и посягать на вторую поправку соответственно там много он приводит доводов повторяю там девяносто четыре страницы его заключения но почитайте тем не менее достаточно понятным и доступным языком излагается таким образом вторая поправка есть воплощение американской свободы по защите себя и вторая поправка то та самая свобода на которую посягают законы калифорнии но ньюсом там уже ревет и стонет естественно губернатор но как представляется мне очень часто такие вот решения местные судейские они имеют эффект до расходящихся кругов и возможно мы увидим еще подобные решения в других штатах если же учесть что и верховном суде лежат дела не то одно не то два сейчас вам точно не скажу так или иначе связанные со второй поправкой и возможно даже в ближайшие уже недели дни даже кто знает они будут оглашены то тоже конечно мы ничего не можем с вами ни за что не можем поручиться как они что решит верховный суд мы не знаем но тоже явно байдена опасается что и его компании что и здесь по попыткам отобрать у людей оружие будет нанесена серьезный удар кроме того сегодня верховный суд единогласно при этом заметьте даже либеральные судьи поддержали запретил нелегалом даже нас со статусом беженцев беженцев получать право на постоянное место жительства это тоже удар по повестке байдена но говорить о том что происходит на местах где республиканские прежде всего штаты конечно же во первых разрушают повестку байденовскую связанную с трансгердерной диктатурой так и назовем но я другого слова не подберу и с критической расовой теории которые уже все в большем большем количестве штатов так или иначе запрещается то мы опять же видим что все на данный момент действия разрушительной байдена они не остановлены нет к сожалению их не остановишь да не остановишь но по крайней мере им ставятся преграды и как себя поведет байден и компания очень серьезно многое будет зависеть вот от дальнейшей устойчивости сената штатов и судов к этому прибавьте еще и такие неожиданные результаты хотя ну как неожиданные на самом деле ожидаемые просто для кого как еще я тоже об этом вам не раз говорил но и снова об этом напоминаю когда по итогам выборов ноябрьских выяснилось что например вот такой показательный района в техасе рио гранда насколько я помню который исторически голосовал за демократов и где живут преимущественно выходцы из латинской америки проголосовал за трампа то это уже был показатель теперь же мы видим что опросы указывают понимаю опросы это мы все знаем какие они но тем не менее показать что все больше и больше выходцев из южной америки легальных естественно прежде всего они отторгают повестку байдена и видят себя консерваторами видят себя противниками социализма и таким образом склонны к тому чтобы голосовать за республиканцев и в результате получается такая вообще призабавная система как призабавны они консерваторы давно говорят от коалиции она появляется то уходит на второй план вот теперь она снова может выйти на план первый а именно выходцы из других стран в данном случае тогда раньше были итальянцы ирландцы например какой-то момент чернокожие сейчас увы чернокожие перехвачены демократами хотя и там я напомню растет был довольно большой процент голосовавших за трампа в двадцатом году так вот вот это вот коалиции не белых так их назовем избирателей рабочего класса которая видит отрицает прежде всего культурный либерализм социальный либерализм и готова искать за поддержки именно у республиканской партии тогда как демократы опираются на профсоюзы преимущественно белые крикливых деятелей якобы гражданских прав да в том числе и черных и белых либералов белую элиту замечательный расклад но на самом деле у республиканцев запас более твердый если вот все эти опросы они естественно перейдут во что-то более серьезно но у байдена если мы отвлечемся от вопросов внутренних в политике внешней тоже проблем хватает да на следующей неделе состоится это нас ждет с вами удручающее зрелище двух как бы это помягче сказать в общем не самых приятных людей которые вот оказались во главе двух великих стран это байден и путин печальная повторю печальный повторю расклад и для нас и для вас но да ничего не поделаешь всем нам хочется чтобы оправдалась знаете старая поговорка про слона когда видишь слона на вершине дерева то сперва задаешься вопросом как он там оказался а потом понимаешь что он там долго не провисит ну вот с путин к сожалению уже долго болтается мы тоже надеемся на лучше с байденом то же самое ну вот что там у них будет непонятно потому что пока байден только путина осыпает подарками будь то соглашение стратегических вооружениях наступательных будь то соглашение будь то снять санкции точнее отказ от них по северному потоку 2 хотя блинкин там что-то опять сегодня заговорил что может их вернуть но что собирается байдена предлагать путину мне например непонятно с точки зрения своей жесткости иран куда опять в объятии которого байден так стремится но и китай противостоять которому вообще непонятно как байден собирается и если мы с вами посмотрим на то что опубликовал heritage часто на который я часто ссылаюсь а именно рейтинг опасности то вот те самые три страны прежде всего китай как самый опасный далее россия как достаточно сильный подрывная такой подрывной элемент прежде всего в европе ну и иран по ближнему востоку еще там северная корея по востоку дальнему что им собирается противопоставлять байден кроме разговоров абстрактных о правах человека разговоров может и хороших но повторяю абстрактно непонятно тем более по тому же по тому же анализу heritage указывается что для боеспособности американской байден как-то особенно ну ничего такого не делает и если мы с вами вспомним что озабочен он трансгерден трансгендерами и женщинами в армии чтобы было там удобно а нет тем чтобы армия была боеспособной то действительно трудно себе представить что здесь получится и если вот эти вот рекламные ролики цру и армии уже вызывают здоровый смех иногда и не очень здоровый у всех кто их видит то тоже как вы можете что-то противопоставлять всей вот той безрадостной компании и си путин и ким и это и разные но это представить себе довольно сложно а байдену теперь надо и здесь что-то делать тем более вопреки вопреки клятвенным заверением что вот он наладит все что якобы трамп разрушил разрушил союзниками у него как-то не клеится на самом деле израиль практически предан в европе не пойми что какой позиции байдена по европе мы не видим кроме того что он ее путину отдает в японии тоже не раз говорил еще раз повторяю да суга премьер-министр японии там покрасовался рядом с байденом по улыбались они но историю никуда не изменишь либеральные демократы не любят которые правят в японии американских демократов не любят ну вот считают их слабыми и я не вижу пока по моим наблюдениям за японскими новостями чтобы нынешнее правительство японии какую-то особую теплоту к байдену испытывал с трампом было как гораздо проще с японии у него были отличные отношения вот я не вижу такого вот ну и завершаем вот то что у байдена все эти проблемы которые он непонятно как будет решать или просто все это отдаст камале харрис который тоже непонятно как будет решать и может и хорошо чем меньше харрис что 30 решает тем лучше для всех в конце вот неделя выступил трамп и некоторый оптимизм тоже наш укрепил сказать что в его речи было что-то уж такое новаторское и оригинальное я не могу как обычно напомнил о своих победах и напомнил нам о том что наворотил байден но в его речи два момента мне понравилось и я именно ими и закончу это во первых что трамп еще до того как собственно говоря основная его речь началась это когда он там просто кого-то благодарил лару трамп да там взывал на сцену и так далее но вот он сказал что сейчас нам всем надо работать на то над тем чтобы избирать республиканцев на всех уровнях власти в любом случае и уже завершая речь ближе к концу он опять к этой теме вернулся и сказал что надо добиваться того чтобы все мы республиканцы работали на то чтобы ну и вот перечислил я что же не буду это повторять то о чем я сегодня говорил остановить политику байдена критическую расовую теорию кризис на границе ну в общем все что то что байден нам подарил что здесь почему я так на этом акцентирую внимание потому что страстное желание прессы расколоть республиканскую партию и рассказать нам что есть какие-то экстремисты и есть вот правильные республиканцы с одной стороны и желание чрезмерных фанатов которые я считаю ему сильно вредят заставить его ну как заставить к созданию третьей партии что сейчас не очень выгодно по ряду причин пока мы видим что трамп от этого отказался и трамп работает над сплочением республиканцев и скорее всего в ближайший год он уже можно считать тоже это самое лето мы наверное будем учитывать трамп и республиканцы должны работать совместно чтобы добиваться успеха на следующих выборах и если трамп будет продвигать своих кандидатов я правда надеюсь что это будет кандидат нормальный а не тех кого ему подсунут такое тоже к сожалению вероятно но идеального варианта быть не может тем не менее если трамп и вот посттрамповские консерваторы как я их называю совместными усилиями будут продвигать своих кандидатов в ближайший год то в будущее можно с осторожным конечно с осторожным оптимизмом все же смотреть ну а Байдену хоть он и президент страны которой вы знаете я восхищаюсь но не хочется мне ему успеха желать на это лето и я только надеюсь желаю успеха всем тем силам которые будут его сковывать по рукам и ногам ну здесь я наверное умолкаю если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово ну как вы наверное догадываетесь противостоять трампу будут не только демократы не только масс-медиа не только корпорации но и часть республиканцев которые называют себя консерваторами то есть сторонников трампа они называют популистами трампа супер популистом почему-то в такой негативной коннотации а вот себя они относят к числу истинных консерваторов я имею ввиду и Пола Райана Билла Кристалла на Ромни там на MSNBC есть Николь Волос там Стив Шмидт Майкл Стилл бывший председатель республиканской партии и вот в конце мая я не знаю вы слышали знаете Пол Райан опять выступал в библиотеке Рейгана где так сказать ругал Трампа и говорил что нам необходимо вернуть партию себе то есть они будут они будут собирать кучу денег потому что в данном случае в противостоянии Трампа их будут финансировать конечно же левые миллиардеры и будут вести свою соберут еще очередную команду педофилов типа Lincoln Project и будут противостоять на всех выборах на всех уровнях кандидатам которые поддержат Трамп и самому Трампу да я тут если быстро вставлю что такую добавку добавлю немного Дэниел Хоровиц консервативный юрист он комментирует по моему это выступление Райана сказал что Райан позиционирует себя как продолжатель Рейгана но мало кто сделал больше для уничтожения Рейгановского наследия чем сам Пол Райан абсолютно я помню его последний когда он был еще спикером его действия в отношении законопроектов которые предлагал Трамп то есть что Райан что Маккейн это все одного поля ягода хорошо давайте сделаем перерыв после чего вернемся продолжим если будут вопросы пытались люди дозвониться во время вашего монолога звоните сразу после рекламы буквально через несколько минут возвращаемся в программу час Ивана Денисова телефон студии по-прежнему 847 400 500 давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста с тобой в эфире здравствуйте здравствуйте Иван еще раз Сережа здравствуйте по фейсбуку и вообще по всему интернету демократы уже пускают слух о том что якобы скоро точнее в августе наш Трамп вернется к власти вот что они добиваются этим и второй мой вопрос вот 10 триллион иски Трампа который он хочет выдвинуть китайцам что чему он этим добьется спасибо но что касается всех этих слухов то понятно нам уже обещали что там в марте будет какой-то переворот помните и Трамп вернется что в августе вернется но все это нагнетание напряжения опять что были рассказы про белых супремасистов и так далее может и Трамп такое время время от времени высказывал хотя это не слышал но не буду здесь утверждать но тут понятно что пока Байден мы к нему привязаны все и как бы ожидается возвращение Трампа я все-таки думаю не стоит с Китаем тут мне сложно сказать подробности я не буду не буду пускаться плохо их знаю я такие вещи не очень на самом деле одобряю потому что как только идут иски к другим странам то это хорошо звучит но это открывает не очень создает не очень хороший прецедент потому что даже если мы представим себе что Трамп выиграет этот иск а китай есть за что предъявить претензии то это будет означать что сразу посыплются иски на штаты от целого ряда стран они найдут за что и например на Израиль что который гораздо более уязвим в этом плане так что здесь я уязвим не потому что есть за что привлекать а потому что его не любят но это вы без меня знаете но я на всякий случай уточню поэтому я не думаю что это хорошая идея мне так то есть так я может даже когда-то про это уже говорил эмоционально я может и поддержал да но если подумать то все-таки нет наверное прецедент будет не очень хороший давайте перезвоните пожалуйста 847 400 5 200 имейте немного терпения чтобы мы успели принять ваш звонок пожалуйста вы в эфире здравствуйте уважаемый Иван скажите пожалуйста во первых большое спасибо за хорошие новости я уже давно таких оптимистичных новостей не слышала как говорится полная депрессия была а вопрос у меня заключается в том как вот вы считаете почему американские евреи настолько твердолобые что уже ну жизнь уже показывает кто есть враг кто есть друг и они все равно продолжают поддерживать и голосовать за своих врагов спасибо большое ох если бы я мог на этот ваш вопрос ответить я вы знаете к еврейской общине в любой стране отношусь с огромным уважением и мне очень не хочется вообще какие-то высказывать даже критические соображения по той простой причине что ну и так столько идиотов на евреев нападают мне просто не хочется быть рядом с этой антисемитской публикой но я не понимаю сам как вот может быть такое что Маккарти опять про него который был одним из главных сторонников Израиля и евреев в Сенате его увы еврейская община называют чуть ли не антисемитом хотя еврейские же лидеры были около него и Равин Шульц оставался рядом с Маккарти до последнего и почему в ряде других случаев мы видим что евреи вдруг отворачиваются от тех кто действительно на их стороне и занимают антисионистскую антиизраильскую позицию я не могу это объяснить я знаю точно то что я всегда буду против антисемитизма я всегда буду за Израиль и я всегда буду разделять то что говорили Маккарти и тот же самый Никсон а Никсон я напомню говорил что я прекрасно понимаю что моя поддержка Израиля и моя позиция по отношению к Израилю мне не принесет лишние голоса в Америке евреев но я буду делать то что считаю нужным а поддержка Израиля это правильно я вот буду в таком же духе ответить на ваш вопрос я увы не смогу по этой теме одна моя хорошая знакомая с замечательным именем Фрида поделилась имейлом который она получила от женщины дочь которая учится в университете значит рассказывая своей семье она сказала что у нее еврейские корни ее бабушка была еврейка и тут ей зад начали задавать вопросы так значит а как ты относишься к тому что Израиль уничтожает бедных палестинцев на что она ответила у нас там родственники друзья и мы все очень переживаем по поводу того что происходит в Израиле и бомбежки и война и так далее и ну вопросы посыпались причем и от девочек которые собирались на следующий год быть с ней руммейтами то есть они на следующий год планировали жить там в одной комнате и эти девочки прислали ей значит сообщение что они ее вычеркивают ну то есть такие и причем девочки из благополучных белых американских семей из штата Калифорнии штата Вашингтон но настолько с промытыми мозгами с промытыми антисемитскими вот этими выпадами антиизраильскими что эта девочка в которой течет еврейская кровь стала для них изгоем но я одно могу сказать девочки крупно повезло что у нее не будет таких подруг поэтому здесь скорее положительный момент в этом смысле эти малолетние идиотки да мозги промыли но может тут поумнеет с возрастом я не знаю может быть нет а девочки я желаю естественно чтобы она спокойно на это реагировала идиотов она встретит еще много в своей жизни увы но вот ведь судьба ее оберегла от нескольких сразу но с другой стороны это говорит о том что происходит на кампусах какое настроение этого кстати общее место на кампусах университетах подобные вещи да это не то и не только вот я опять про своих коллег с позволения сказать в лос-анджелесе вот профсоюзы учителей призывают учителей выходить на митинги в поддержку палестинцев ну замечательно вообще вот только это учителям и нужно влезать во-первых вообще в политику во-вторых на стороне террористов ну блеск так и опять калифорния вообще когда мы приехали в Америку первое что мне понравилось ну когда мы говорим о системе образования то тот факт что политика была вне школы то есть школа была за пределами политики это в то время когда я сюда приехал но когда мы проходили выборы в 2009 в 2008 в 2009 Барак Обама избирался на первый срок то мы помним эту видеозапись где поет Барак Обама там и так далее и чуть ли не цитатники Обамы так сказать навязывались в этих школах и вот с той поры может быть до этого отдельные учителя какие-то были поэтому не сталкивался с этим а с той поры просто массово детей начиная с первого класса уже начинали так сказать нагружать в этой левой идеологии хорошо перейдем к другой теме на эту тему нам еще не раз доведется говорить увы да кинематограф 65 лет американскому киношедевру имеется ввиду фильмы искатели да совершенно верно давно не говорили мы с вами на культурные темы все как-то о некультурных увы вроде байдена но давайте все таки сегодня отвлечемся благо есть повод в мае было 65 лет выходу фильма искатели the searchers я про него как давным давно говорил но очень немного сегодня чуть подробнее я совершенно честно признаю что это мой любимый фильм но я действительно считаю его фильмом великим и это вот пик сотрудничества Джона Форда и Джона Уэйна и в общем вот все что я в кино люблю в этом фильме есть но я немного напомню что Джон Форд наверное лучший американский режиссер за всю историю в мире ну тут спорно я бы его назвал лучшим режиссером в мире снял он огромное количество фильмов может не все великие но те фильмы которые у него великие таких у него тоже много кстати сказать это действительно потрясающий вне зависимости от года когда они были сделаны и Джон Уэйн актер который я считаю его актером замечательным не принятый в актерские таланты хвалить я считаю отличный актер при этом интересно здесь то что он стал звездой но он был известным актером да но вот суперзвездный статус приобрел уже в таком достаточно солидном возрасте и то что Голливуд помешанный на молодости тем не менее сделал Уэйна вот своей глав своим лицом но это вот такая победа нас людей не слишком юных над Голливудом что тоже приятно поэтому к тому же да я добавлю здесь то что ну Форда там с его взглядами они менялись у него их то толком и не было но он был антикоммунистом уже хорошо а так и демократов поддерживал и республиканцев в разное время Уэйн это воплощение американского консерватизма он всегда за консервативных республиканцев всегда за консерватизм всегда воплощение антикоммунизма при этом человек который обладал его даже не могли демонизировать кстати говоря в прессе потому что люди которые общались с Уэйном лично они все отмечали его потрясающие душевные качества его интеллект незаурядный хотя он играл преимущественно в военных фильмах вестерн но обладал очень серьезными знаниями поэзию знал прекрасно наизусть и всегда к нему можно было обратиться за помощью кстати вне зависимости от взглядов когда какие-то там не слишком умные люди угрожали актеру Роберту Райану достаточно либеральному то Уэйн приходил охранять его дом с ружьем была такая история кстати сказать потому что друзья для Уэйна превыше всего но повторяю сам он конечно же антикоммунист и республиканец и да еще здесь интересный момент что Форд и Уэйн Форд родом из Ирландии он себе даже там придумывал какой-то жуткий псевдоним но его звали Джон Мартин Финнин все равно ирландское имя Уэйн что приятно для меня выход из Ольстера Мэрион Моррисон его настоящее имя ну и вот тоже вам такое сочетание этих вот американских ирландцев американских холстерцев Форд снял вестернов очень много он даже о себе говорил представлялся я Джон Форд я снимаю вестерны Уэйн тоже играл вестерных немало но вот то что и с друг другом они сотрудничали хотя принято считать что да скажем знаменитый дилижанс где играл Уэйну Форда это еще 39-й год но считается что звездой и сильным актером действительно Форда виноват Уэйн и сделал другой режиссер Хауэрд Хокс в фильме Красная река но тем не менее вот то что они с друг другом работали сотрудничали достигло повторяю пик в Искателях и ну что же тут такого казалось бы вестерн вроде бы по сюжету достаточно обычный ветеран гражданской войны ветеран конфедерации приезжает в свои к своим родственникам поселенцам и семья погибает от рук индейцев его племянницу похищает и он пытается ее найти при этом полагая что во первых он хочет расправиться с теми кто убил его родственников во вторых он хочет убить и эту девочку потому что считает что она стала одной из индейцев и собственно говоря фильм это вот и долгие странствия когда он ее находит чем все заканчивается кто фильмы видел те знают кто фильм не видел я не буду говорить потому что посмотрите фильмы великие как я уже сказал там едва ли не каждый эпизод это замечательный действие достаточно динамично красивые пейзажи визуально потрясающие перестрелки эффектные но это вестерн все таки но вот даже при том что фильм потрясающий великий и так далее финал я ничего подобного я очень много фильмов посмотрел поверьте мне я ничего подобного не видел в мировом кино и даже у Форда у него в некоторых фильмах я даже скажу в каких было нечто похожее но вот то как он решает финал здесь это действительно нечто это словами не я пишу это чистое кино и когда скажем актриса Алиф Кэрри она была женой актера Гэри Кэрри который снимался в ранних фильмах Форда она плакала на съемках финала потому что ну вот она уже понимала что происходит но еще добавилось то что для вот этой финального эпизода Уэйна как бы в знак уважения к Гэри Кэрри он повторил его жест знаменитый у Кэрри был жест когда он становился и брался правой рукой за локоть левый Уэйн эту сцену повторил ну кто видел опять те понимают о чем и кто не видел хотя пересмотрите обязательно кто не видел будете смотреть обратите внимание дело в том что Форд в этом фильме он во первых вроде бы не отступая от своих любимых тем Форд очень любит показывать какие-то общности вот комьюнити как они взаимодействуют как люди там совершают ошибки исправляют ошибки как люди за счет вот этих вот естественных связей живут и как это прекрасно да так оно и есть но он иногда делается героями людей которые вроде бы внутри этого комьюнити но чем-то выделяются а здесь он пошел еще дальше и герой Уэйна это одиночка это человек который в общество вроде бы не вписывается но если скажем у режиссеров левой волны которые стали снимать особенно в 60-е вот эти вот одиночки аутсайдеры это как правило какие-то там анархисты радикальные левые индивидуалисты такие тоже есть и так далее то герой Уэйна он одиночка именно потому что он следует своему кодексу он знает то чего он хочет он следует кодексу чести и хотя в конце позволю себе такой спойлер его все таки вот опять это чувство комьюнити чувство семьи берет верх и это скорее положительный момент конечно же но для форда и для Уэйна получается что этот Эттан Эдвардс герой он становится ну вот как не обессудьте я опять на свою тему таким практически воплощением консерватора одиночки который знает чего он хочет который уважает традиции который чтит погибших кто сражался с ним рядом или кто был до него но который да вот эти вот даже не будучи частью системы даже не будучи частью сообщества он тем не менее себя ему не противопоставляет а он помогает и то что в финале опять спойлер но не обессудьте это без этого не получится он остается сделав свою работу восстановив справедливость и восстановив вот это вот какой-то баланс если угодно в той поселении в том сообществе которым он связан он остается один ну наверное это да это драма если хотите драма консерватора драма индивидуалиста который тем не менее служит обществу не противопоставляет себя ему но так оно и есть и похожие финалы у Форда были в двух фильмах наверняка даже больше я вот запомнил в двух это молодой мистер линкольн еще конца тридцатых годов кстати лучший фильм о линкольне он не очень исторически точный но вот образ линкольна пожалуй генри фонда и выиграл лучше никто не воссоздавал и там тоже мы видим с вами человека который помог восстановил справедливость там речь идет о линкольне молодом повторяю как и следует из названия когда он еще был адвокатом и опять он остается одиноким в фильме который тоже я очень люблю и считаю второй он у меня после искателей это яркий свет солнца про пожилого судью тоже кстати ветерана конфедерации который в конце вроде бы побеждает и тоже восстанавливает справедливость в своем маленьком городке но и опять все его все честуют но когда все расходятся и чувство победы уходит просто немолодой человек остающийся один наедине с собой и мы это с вами видим форт это показывает то же самое и в искателях где вот это вот одиночество консерватора одиночество разумного индивидуалиста оно возведено в абсолют герои вестернов как правило именно такие это вот Форду удалось показать несколькими сценами и возможно даже одним единственным кадром который остается вот памятником Форду памятником Уэйну я его не опишу повторяю словами вы обязательно фильм посмотрите если вы его уже смотрели то ну вот в честь юбилея пересмотреть если нет времени я все понимаю два часа фильм идет пересмотрите финальную сцену она того стоит актеры другие тоже конечно же там хороши Уорд Бонд в небольшой роли один из главных антикоммунистов но опять же я не удержусь от удовольствия упомянуть Вера Майлс эффектная красивая красивая актриса Натали Вуд совсем юная увы ее жизнь оборвалась трагически но здесь она уже по ней видно что потенциал у Натали Вуд очень и очень серьезный и из всего вот этого состава Форд действительно выжимает вот тот самый американский шедевр сейчас представить себе фильм такой я к сожалению не могу сейчас много есть хороших фильмов я о них вам стараюсь рассказывать но вот в шедевре Форда есть что-то такое что мы все увы потеряли не только американцы кстати во всем мире и поэтому наверное тоже какую-то грузь добавляет когда фильм пересматриваешь любуешься талантом всех создателей лишний раз потрясаешься финалом но когда фильм заканчивается то понимаешь что в прокате и в ближайшем будущем ты ничего подобного к сожалению не увидишь но с другой стороны этот повод фильм пересмотреть еще раз и лишний раз убедиться что это повторяю американский шедевр пик жанра пик Форда пик Уэйна чего угодно и все что мы любим в Америке без приукраски без там приукрашивания действительности без чрезмерной романтизации но и без демонизации все это в фильме есть поэтому смотрите обязательно и не удивляйтесь если после этого фильма вам время от времени когда вам говорят что-то такое что вам не нравится или еще что-то вы будете отвечать знаменитой репликой Джона Уэйна that'll be the day почему он так говорит я уж не буду вам рассказывать ну посмотрите обязательно вы поймете что я имею ввиду здесь умолкаю у нас еще оставалась одна тема связанная с Европой но с Данией в следующий раз тогда о ней поговорим как привычно вас немного заинтригую и скажу что речь пойдет о шпионах да в Дании тоже есть шпионы о скандалах с этим связанных но еще у нас с вами наверное тоже в следующий раз будет разговор следующий наша глава североирландского дневника который весь этот год у нас продолжается но это в следующий раз а пока если Сергей что-то добавит я с удовольствием передам ему слово спасибо огромное Иван как всегда очень интересно информативно к сожалению времени больше не остается а посему до встречи в следующий раз до встречи большое спасибо всего хорошего пока